Дорогие друзья, братья и сестры, все, кто с нами сегодня в этот час, для нашего размышления я предлагаю одно место священного Писания, после чего мы будем молиться. Это книга пророка Иеремии, 21 глава. Книга пророка Иеремии, 21 глава, с 1 стиха и ниже. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему пасхора, сына Молхина Исофонию, сына Моаси, священника, сказать ему, «Вопроси о нас, Господа, ибо Навуходоносор царь Вавилонский воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса Его, чтобы Тот отступил от нас?» И сказал им Иеремия, «Так скажите, Сидекий, так говорит Господь, Бог Израилев, вот я обращу назад воинские оружия, которые в руках ваших, которыми вы и сражаетесь с царем Вавилонским и с халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу онное посреди города сего, и сам буду воевать против вас, рукою простертую и мышцею крепкую, во гневе и в ярости и великом негодовании. И поражу живущих в всем городе, и людей, и скот, от великой язвы умрут они. А после того, говорит Господь, Сидекий, у царя Иудейского, слуг его, и народ, и оставшихся в городе всем от моровой язвы, меча и голода, придам в руки Навуходоносора царя Вавилонского, и в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и он поразит их острием меча, и не пощадит их, и не пожалеет, и не помилует. И народу сему скажи, так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода, и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Друзья мои, было ли у вас, я думаю, что был такой момент, когда вы оказались на распутии. То есть вы подошли к такому моменту, когда нужно сделать выбор. И выбор сделать очень сложно, потому что если пойти этим путем, там одни проблемы. Если пойти этим путем, там другие. И очень сложно сделать тот выбор, который бы устраивал тебя. Восьмой и девятый стихи этой главы говорят так. И народу моему сему скажи, так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода, и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив. Знаете, никогда еще не звучало так строго проповедь к погрязшему во грехах народу израильскому. Никогда так не звучало. От Бога такое конкретное решение. За нечестие, их город, их опора на то, что они полагали свою опору, их убежище, Богом обречено разрушение. И Бог предлагает народу своему выбор. Даже в этой ситуации Он предлагает ему выбор. Избери жизнь или избери смерть. Знаете, очень сложно выбрать в этой ситуации путь, которым нужно пойти. Если остаться там, где защищен, где прекрасные стены, где мы ограждены этими огромными стенами, и неприятель не может нас взять, но значит умереть, если ты останешься там. Если пойти и выйти, чтобы получить спасение, то нужно пойти путем унижения. Нужно пойти путем уничижения, смирения. А это очень сложно. Если, когда мы смотрим сегодня духовными глазами на этот мир, то этот мир живущих, он Богом обречен на гибель. И апостол Павел Кремлинам в 8 главе в 13 стихе говорит такие слова. Ибо если вы живете по плоти, то вам предстоит умереть. Но если вы будете духом умиршлять дела плотские, то вы будете живы. То вы будете живы. Выход один. Нужно умиршлять дела плоти духом. Для того, чтобы жить. Так предлагает нам Слово Божие. И тогда мы видим перед нами два пути, дорогие друзья. Перед нами всегда два пути. Путь жизни и путь смерти. Давайте посмотрим, что представляет собой путь жизни во свете Слово Божье. Из Священного Писания мы читаем, как обычно, путь жизни, путь спасения, путь, которым нужно пройти, он не бывает пространным, он не бывает широким, он не бывает свободным. Слово Божье говорит, это узкий путь. Путь, по которому нужно пройти для того, чтобы достигнуть жизни вечной. И грешный человек, он должен осознать себя, он должен смириться, он должен покаяться, отречься от себя, от своего «я» и поклониться Богу. Я думаю, что в этом-то как раз-таки и заключается вся тяжесть и трудность человека, который стоит на этом на распуте для того, чтобы ему избрать путь, каким ему идти. Это слишком много для гордого сердца человека, тот, который живет во грехах. Потому что оставить насиженный город греховный, оставить там, где тебе удобно, там, где тебе уже комфортабл, все тебе хорошо, ты настолько привык в своих грехах, в своих условиях, и тебе предлагается выйти для того, чтобы иметь жизнь. Знаете, пусть спасение, он для всех одинаков. Здесь нет различия в занимаемой должности, здесь нет различия во звании, в ученой степени, или, может быть, в социальном положении, богатый ты или бедный. Нет абсолютно никакого различия. Путь спасения для всех одинаковый. Потому что путь спасения – это наша жизнь, это поле боя. Поле боя, на которое становится каждый человек. И желающий жить, что он должен делать? Он должен бежать, он должен ползти, он должен укрываться для того, чтобы не попасть в бедствие, не попасть в беду. Для того, чтобы не быть униженным. Но мы знаем, что пуля, она не разбирается ни в рангах, великий ты или бедный. Пуля не разбирается, малый ты или великий. Как Слово Божие говорит, стрела, она поражает любого, кто не укрывается, тот, кто не закрывается от нее. И поэтому грех поражает сегодня всякого человека, который стоит на этом пути, который окружил себя своей греховной жизнью, которому удобно это, и он живет в этом. И апостол Павел говорит в 1 Коринфянам, 15 глава, 22 стих, что ибо как водами все умирают, то есть если ты избрал этот путь, и ты находишься в этом пути, водами все умирают, не остаются живыми. То так и во Христе все будут жить. Так нам говорит Слово Божье. Но интересно то, что для того, чтобы жить путем жизни, путь жизни во Христе, там есть свои условия. Условия для спасения, которые человек должен избрать. А условия немногие. Давайте посмотрим на такие условия, которые нам предлагает Слово Божье. Это вера, покаяние и исполнение воли Божьей. Вера в то, что Бог спасает приходящих к Нему и дает им жизнь. Человек должен поверить. Автор послания к евреям в 11 главе, в 6 стихе говорит, а без веры Богу угодить невозможно, ибо приходящий к Богу должен веровать, что Он есть и ищущим Он воздает. Без веры Богу угодить невозможно. Мы сегодня можем выйти в город, но сегодня можем выйти в любое место и спросить любого человека, и спрашивать, верит ли он в Бога. И сегодня очень трудно найти человека, тот, который не верит. Тот, который не верит. Очень трудно найти, потому что каждый человек верит. Но что за этим стоит? За этим не стоит ничего. Второе условие, которое предлагается для того, чтобы иметь жизнь и спасение, это покаяние. Это то состояние, которое ты должен оставить. Как Слово Божие нам говорит, если вы хотите жить, остаться живыми, вы должны выйти из города греха. Вы должны выйти, оставить это. Ты должен развернуться на 360 градусов, повернуться к Богу, пойти другим совершенно путем, выйти из этого состояния. То есть признание своего греха и отвращение от него, это путь покаяния, когда человек верит, что Бог спасает, и изменяет свою жизнь. Мы помним в деянии апостолов, после того, когда ученики апостолов уже вышли и стали проповедовать Христа, когда массы народа окружали и слышали Его, и когда они слышали то, что они были виновны в распятии Иисуса Христа, и они обращаются к апостолам и говорят, мужи, братья, что нам делать? И Петр говорит, «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы изглажены были грехи ваши». И третье условие – это исполнение воли Божьей. Человек, который пошел за Богом, верит. Человек, который изменил свою жизнь, повернулся в другом, который вышел из этого города греха, ему нужно исполнить волю Божию, следовать за Господом, поклониться Ему. В Деянии Апостолов, 2 глава, 38 стих. Там также мы слышим эти слова народа, которые вопиют к апостолам. И Петр говорит, «Итак, покайтесь, и докрестится каждый из вас. Оставьте тот путь, которым вы шли, последуйте за Господом». Знаете, путь спасения, с одной стороны, он легок, тогда, когда человек отдает себя всего в руки Божьи. Но время, оно очень ограниченное. Время спасения очень ограниченное. Потому что так бывает, знаете, в жизни нашей, когда предлагаемое нам благо, какое-то добро, что-то нам предлагается сегодня, оно завтра может быть not available. Завтра оно может быть совсем, невозможно это приобрести. То, что дается сегодня, завтра может быть совершенно не в нашей власти. И поэтому сегодня время, есть время для спасения. Только сегодня и только сейчас. Потому что если у тебя обнаружили болезнь, если у тебя обнаружили рак, и тебе предлагается какая-то операция, и доктор говорит, что это нужно сделать сегодня, потому что завтра будет поздно. Нужно сделать выбор. Да, тогда, когда мы говорим уже, ну, может быть, ну, если, а может быть, это уже не берется во внимание. Человеку, тому, который взялся идти путем жизни, он должен правильно поступать. В день суда может застегнуть каждого человека. День суда может застегнуть каждого человека внезапно. Мы не знаем завтрашнего дня. И поэтому сегодня предлагается нам выбрать путь жизни или путь смерти. Путь жизни вот такой. Избрать и очень легко пойти за Господом для того, чтобы иметь жизнь. Но путь смерти, здесь не нужно прилагать ничего, никаких усилий. Здесь ничего не нужно предпринимать для того, чтобы пойти путем смерти. Только остаться. Остаться, кем ты был. В своих грехах. Если ты пьяница, остаться быть пьяницей. Если ты наркоман, продолжать делать то же самое. Если развратную жизнь вел, делать то же самое. Ничего не нужно предпринимать. Как жил, так и живи. Это путь смерти. Остаться в городе, в том, в котором ты находился, значит умереть. Знаете, я думаю, что здесь Бог говорит для человека, для того, чтобы он мог сделать выбор. Оба пути предлагаются не потому, что Богу все равно, каким путем ты пойдешь. Нет, не так. Но мы видим разницу. И Господь предлагает, чтобы мы видели эту разницу в пути жизни и в пути смерти. И сделали благоразумный выбор, каким пойти путем. Пусть Господь даст нам время для размышления. Все, кто сегодня слышит это слово, для размышления. Или остаться в городе греха и умереть, или выйти, пойти путем унижения, но быть живым со Христом. Пусть Господь поможет нам в этом и благословит нас. Помолимся Ему. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok